Решение обратиться непосредственно в средства массовой информации было не спонтанным, а обдуманным и взвешенным. И обосновано тем, что в решении насущных проблем и принятии решений руководство Сретенской ЦРБ не считает нужным советоваться непосредственно с людьми, которые пользуются услугами больницы. Это письмо в редакцию с подписями неравнодушных граждан направили сами жители поселка Усть-Карск. Местные встревожены важными переменами, которые происходят в населенном пункте. В ноябре этого года здесь закрыли поликлинику, которая входит в структурное подразделение Сретенской ЦРБ. Взрослое и детское отделение перевели в участковую больницу, где, как уверены селяне, проще заболеть, чем вылечиться. Улицу от помещения здесь отделяет покрывало. Столбик термометра, как рассказывают селяне, застыл на отметке в 14 градусов. Места там очень мало, холодно, спинники все разваленные. Место для детей, где дети ждут, очень так тесно. Доктор очень часто не принимает, педиатр. Покрывало там висит, дверь-то у них такая, знаете, летний вариант, она сломанная и висит, сшитая покрывало. А на полу лежит матрас, два ряда сложенные. Вот, когда идешь, то можно из окнуста упасть. Как рассказали пациенты, преодолевать препятствия приходится на трясущихся ногах. Причина смены помещения банальна – нехватка кадров. В здравнице не было терапевта, гинеколога, врача-акушера. Пациенты отвыкли видеть и работников среднего медицинского звена, а также фельдшеров. Здание же стационара, куда переведена поликлиника, типовое, введено в эксплуатацию 15 лет назад. А потому, как уверен главный врач Усть-Карской участковой больницы Сергей Корнилов, в этих апартаментах пациентам будет намного комфортнее, нужно только привыкнуть. Терапевтический кабинет, там все тепло. Дело в том, что где отвели детскую поликлинику, тамбур, там надо сделать, укрепить. Или тепловую завесу, или вторую дверь поставить, чтобы тамбур был. А та, где ожидально детская, там все тепло. В кабинете педиатра и в привычном кабинете тоже. Отопление мы получаем от прииска котельная. Там и водоснабжение, все канализация централизована. А в той старой поликлинике только отопление было. Однако местные недоумевают. Помещение небольшое, в нем однозначно придется ютиться, особенно в сезон острых заболеваний. Переживают. Ни о каком быстром выздоровлении не может идти речи, да и утеплять лечебницу никто не будет. По крайней мере, в ближайшее время. Кроме того, местные не понимают, зачем нужно было идти на подобные меры, если нехватку врачей они по-прежнему продолжают ощущать на себе. Вернее, на своих детях. К примеру, застать на месте того же педиатра уже большая удача. Педиатр у нас по программе, венский доктор к нам приехал работать, который 2 миллиона. Отработал у нас год, по-моему, второй год работает. Вот за это время, значит, он постоянно отсутствует, у него какие-то отпуска он берет, больничные. В общем, люди в группе, у них есть кто, у кого маленькие детки, они вот постоянно спрашивают, а будет прием, не будет прием. Жители Усть-Карска обратились к нам с тем, чтобы к проблеме, увидев ее, подключился губернатор Александр Осипов. А вот принесет ли это результаты – уже другой вопрос. Анжелика Понебрашина, ЗАП-ТВ